Привет всем немногочисленным ученикам, которые посетили это занятие. Сегодня предполагалось разбирать игру на Баттоне вживую с одним из учеников и разбирать видео. Но, к сожалению, весенние дела не дают покоя нашим пользователям, и поэтому заявок на разбор их базы, или на разбор видео не поступило. Видимо, все очень хорошо играет на Баттоне, поэтому нам сегодня придется изменить формат занятия. Ну и в таких случаях я обычно катаю вживую, соответственно, сегодня мы будем играть на L25 на L50, 45 минут мы поиграем на L25 на PokerStars и 45 минут на L50. В ходе игры вы сможете задавать мне вопросы, я буду комментировать свою игру. Особая внимание уделю игре на Баттоне, ну и тем спотам, которые у нас будут появляться во время игры. Напишите в чат, как меня видно и слышно. Если все нормально, то будем начинать. С обратной связью сегодня тоже все не ахти. Отвечайте вы как-то очень медленно. Поставьте плюсик, если меня видно и слышно. Вот кто-то и здесь живой. Вступило предположение, что весной надо катать, чтобы летом булки на солнышке греть, когда трафик хиленький. Надо учиться и катать таким образом, чтобы вы могли греть булки на солнышке в течение всего года. А если вы не будете заниматься обучением, то это для вас будет крайне сложно. Так, сейчас я сверну презентацию. Так, что тут у нас? Эндомайзер спрячу. Так, ну как обычно, начнем мы игру на двух столах зума и один стол будет регулярный. Сейчас на секундочку отключу рабочий стол. Открою рег стол. Так, лобби припрячу заодно. Так, ну вот какой-нибудь стол 025. И поехали. А что со звуком не так? Меня плохо слышно? Если со звуком что-то плохо, напишите, я постараюсь это исправить. Так. Кстати. Так. Ну ладно. Не буду ставить задержку. Я играю в зум. Ну, надеюсь, что за этим столом никого здесь нет. Из присутствующих. Ну вот. СНСБ. Первый стол. OpenRaid какой-то регуляр. Дам 3бет с ССБ. Ну, я здесь буду пропагандировать пока что игру смешным спектром. Просто потому что у меня нет никакой статистики на своих противников. Здесь изолейт, колл. Здесь выбираем между фолдом и 3бетом. Ну, рука слабоватая. Я все-таки за фолд. То есть, ну, если я буду играть в регулярные столы, у меня будет какая-то статистика здесь появляться. Возможно, я буду 3бетить более как-то эксплойтно, полярно, но пока мне ничего не известно. Я буду 3бетить смешанный рейндж. СББС и СБТР. Так, сейчас я выключу для вас системные звуки. Чтобы они не пиликали. Да-да-да. Я сам на это обратил внимание. Тоже пониже звук. Это у меня тоже сильно пиликает. Так, ну, 3бетнул тут 10. Смешанный рейндж. Не посмотрел, кто против меня. Ну, по всему, регулярный игрок. Низкая доска. Здесь мы играем либо через чек-холд, либо через чек-рейс. Чек-рейс это эксплуатная подстройка, которую можно использовать, так как рейнджи оппоненты сюда довольно плохо попадают. Ну, давайте попробуем зачек-рейсить нашего противника. Тут какой-то... Ну, после кола мы уже не продолжаем. Просто сдаемся. Если брать составление спектра чек-кола и конбета и играть без чек-рейса, то есть такая рука обычно входит в спектр чек-колда. Ну, обычно на лимитах типа NL25. Очень несбалансированные флоты. И сюда будет ставить широко. Поэтому, в принципе, мы уже пошли чек-рейсить такие руки. Здесь была раздача с девятками. Я заколил конбет. Поставил совсем маленький бет по терну. Опять же, я предполагаю, что здесь будут очень несбалансированные чек-колды по терну. И нет смысла ставить много. Ну, и тут по терну сдаемся просто. Это, видимо, какой-то регуляр с прошлых сессий. Потому что я уже как-то вживую играл NL25. У него большой фолк на 3-бет. Вот у меня здесь фолк на 3-бет 65%. Поэтому я буду 3-бетить очень широко. Но это, возможно, не очень была хорошая идея. Потому что я не смотрел в Rays First. Но избег какой-то он маленький. Но здесь выборка, опять же, небольшая. 35, все, на бат, а не 73. Ну, тут совсем эквити нет. Просто сдаем нашу року чек-колдом. Частая ошибка, что, получив 2 чека от оппонента, с той рукой, которую вы не готовы были ставить в конбет, вы начинаете блефовать терну. На даривер делать этого не стоит. Зачастую даже выходящие уверкарты по терну не добавляют вам никакого фултеквити. Поэтому лучше просто играть через чек-колд. Так, ну здесь защищаем коллом король 4 против минрейза. Оппонент делает ставку. Здесь, опять же, эквити слишком низкая для того, чтобы продолжать. По такому терну, может быть, его можно было бы зафлоутить. Но, опять же, это только с знанием его стата-чек позиции дефолт на следующую улицу. То есть, можно ли вы здесь широко флоутить. Но, по дефолту я, наверное, не буду флоутить. Совсем низкая крики в руки. Просто чекаю до вскрытия. Ну, и я здесь не рассчитываю на шоу-дауни выбить тус-хай своим бетом. Поэтому просто чеки. Так, тут какой-то, судя по всему, то ли рек, то ли фиш-рек на бб. Непонятно. Ну, я, в общем, открою 2.5 бб. Хотя, это, наверное, 25, наверное, не. Ну, меня заколлировал. Монголия. Ну, да, надо было посмотреть страну из Монголии. Скорее всего, это не рек. Ну, сделаем плотный конбет. Три третьей пары, ОСД, короли слабее. Это какие-то там девятки и прочую такую ерунду. Получаем колл. Ставим терм плотно. Получили еще один колл. Здесь по риверу вышел плохой ронаут. Ему тяжело коллировать. Здесь короли слабее вторые пары. Закрылся флеш-дро. Какие-то потенциальные гетшоты. То есть, ну, я не думаю, что здесь у нас много вэлия вставки. Он часто будет выкидываться. Естественно, мы можем просто улюбить на сами себя против какого-нибудь король-7, король-6, король-дама, король-валет. Слоу-плеев некоторых, поэтому просто чек-дехайнд. Ну, вот нас пари с чем-то обыграл. 6-7, у него было две пары слоу. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok